И душа, светлая, хорошая, чистая, исполненная благодатью и благодарностью Богу. Сегодня, воистину, для нас особый день благодати и благодарения. Когда мы возносим молитву перед Штатым Престолом, с нами вместе молится архипастер церкви, перед нами чудесная икона Владимирская чудотворная, чудотворный образ любителя Николая Угрежского, Дмитровский крест. И это все в нашем Девятом Краме, в котором 30 лет тому назад, именно в этот день, было совершено первое богослужение после долгих десятилетий его закрытия. Никто не думал, что в этот день будет так радостно и светло, что архиерей возглавляет службу. Даже вы, прибираясь по снежной покрову, пришли сегодня сюда, чтобы помолиться и благодарить Господа. Но сегодня столько событий, которые заставляют нас видеть, что Господь всегда с нами. Вот мы говорим, что мы грешные и достойные. Да, так оно и есть. Многим мы еще должны изменить себя, покаяться, изменить свою душу. Но Господь же пришел и до нас, таких же грешных, как мы все сегодня, чтобы исправить нашу жизнь, чтобы нас исцелить от болезней духовных и телесных. Ибо Он для этого и воплотился в нашего ради спасения. И скоро Ждество Христово мы с вами будем молитвенно праздновать. Господь явился в мир не как грозная студия, а как любящий отец, который пришел исцелить болезни своих детей. И Он видит болящих, подходит к ним, как сегодня подошел к прокаженным, и исцеляет их от болезни. И как часто мы с вами забываем об этом именем «благодарить Господи». Благодарить Тебя за все, что Тебя вам даешь. И за болезни, и за печали, и воздыхание, и переживание, и радость, которую Он сказал. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. И это сказано не просто для святых, а для всех. Да, тех грешных людей, которые Его тогда и окружали, и сегодня подчас забывают, как Господи. Слава Тебе за все. Слава Тебе, показавшего нам цвет. Слава Тебе, приведшего нам в этот мир. Слава Тебе, что Он нам дал называться, хотя бы называться христианами и носить христианское кресто. И сегодня, в этот день, благодаря Богу, что у нас есть те святые, заступники наши, молитвенники, которые возносят у нас, молитву Бога уже, Царство Небесное. Дивным образом сегодня также мы прослагаем нашего небесного покровителя, заступника нашего, протерея, священномученика, отца Ильича Перухина. Сегодня 90 лет его мученицкой кончины. Вот 30 лет храм открывается, и 90 лет, как он уже ушел от нас в страданиях, мучениях. И сегодня прославлен, как новомученик и исповедников Церкви Христовой Русской. Сегодня, милостью Божию, нам пришла еще икона, святителя Николая Угрешского, великого святыня России, перед которой молились воины Христовы, в тяжелых испытаниях и одерживали победу над врагами Руси. Сегодня мы собираемся в храме, чтобы благодарить Бога за все его неотвеченные милости и благодеяния, которые он изливает на нас, которым мы часто и не понимаем, что происходит. Да, получаем все. А где же благодарность, как сегодня мы слышим? Не 10 ли исцелились? Да 9 где? И вот один пришел и упал и сказал ему Господь, иди, вера твоя спасет тебя. И вот сегодня будем молиться, чтобы Господь укрепил нашу веру, чтобы Он открыл для нас путь покаяния, путь примирения с людьми, путь спасения и, конечно, путь радости. И сказано всегда, для нас всех, радость моя вас прибудет, и радость эта будет совершенной. Вот путь к совершенной радости есть будет в христианской жизни. Для этого мы должны быть не злобливыми, добрыми, светлыми, так сегодня говорится, если брат загрешает против тебя, прости ему. И вот таким образом, изменив свою душу, приготовив ее к встрече Господом, еще раз и еще раз, благодарим Господа за все Его великие благодеяния. Милостью Божией, мы упаем скоро в новой новолетии, новолетие и светское, и духовное. Ибо Господь приходит там и открывает для нас возможности духовной жизни в наших храмах. Посмотрим сегодня наше государство. Тысячи и тысячи храмов открыты, монастыри. Что не хватает там людей? Вот есть храмы, а мало посещают людей. По разным причинам. Из-за боязни эпидемии, по своему здоровью. Может быть, по другим причинам. Но Господь никогда никого не оттолкнет, если человек придет к нему и скажет, Господи, прости меня, сохрани меня, дай мне чистую веру, молитву, покаяния. Ибо сказано, приходящего ко мне не изгоню вон. И сегодня мы радостью и любовью встречаемся здесь, в нашем святом храме. Благодаря Господа за все те удивительные благодеяния, которые сегодня мы реально ощущаем в жизни. Не думалось никогда, что этот день будет такой радостный, светлый, связанный и с вами, дорогие мои, с вашими молитвами, со всеми нашими упованиями, благодеяниями Божиими. Поистину, Третьяковская галерея является хранителем великих святынь. И чудо, что Господь привел нас в эти стены, которые сегодня освящены почти 30 лет назад святейшим патриархом Алексеем II, где еженедельно возносятся на нас красные тургии, где читаются Акафисты перед иконой Владимирской Божьей Матери, перед чудотворным Крестом Дмитровским, перед иконой Иверской Божьей Матери. Сколько же у нас святынь здесь? Господи, помоги нам быть достойными этих святынь. И память святых новомучеников и исповедников российских, заступников нашего храма, такие как протерей священномученик отец Илья Четверухин, и помогут нам в нашей христианской жизни, чтобы его сослужитель, старец Зосимой Пустыни, Алексей, который тоже здесь 28 лет с этого амбона возвещал мирному Господу, помолимся, как диагон. Почти тоже 30 лет, но 28 лет. Мученик Николай Рейн, это все наши святые нашего храма. Дай Господи, чтобы мы с вами, поминая их, были достойны светлой, святой памяти. Аминь. Спасибо, Господи.